Всем привет, мои дорогие виноградинки, вы на канале Кишмишплей, меня зовут Иван, мы с вами начинаем сейчас прохождение DLC к метро Исход. Основной сюжет мы закончили, поэтому сейчас, наверное, сразу история Сэма, а потом два полковника. Прикол это не первый, кстати, запуск, я уже пытался начинать записывать эту серию и подумал, что логически в меню DLC нажать на DLC. А оказалось, нихерашеньки, на DLC нажимать не надо, потому что он перекидывает, ну у меня конкретно в магазин Xbox, надо нажать на главы, а потом вот здесь выбрать DLC. Ну это просто, я не знаю, кто это делал, но это делал долбоебенно полнейшее, потому что, ну еще тупее, я прям просто психанул на самом деле. Я нажимаю в DLC, хочу поиграть, мне пришлось гуглить, как запустить DLC. Купленное, все установлено DLC. Ладно, ну это, это просто человек, который это придумал, запихнуть в главы, а на главном меню DLC ничего, чтобы не происходило, ну просто пускай об стенку убьется, серьезно. Так, история Сэма. Начинаем. История Сэма, если что, если что, в два полковника я играл, когда, ну давно еще, когда она только выходила. Оставаться с товарищами было тяжело, но для них смерть полковника стала концом путешествия и началом новой жизни на берегах Байкала. Для меня же эта потеря стала границей, границей между орденом и жизнью, между долгом и мечтой увидеть отца. И, как и Артем, я выбрал мечту и отправился за ней. Это я буду все DLC угорать с его акцента, да? Это все DLC будет просто. Мне иногда казалось, что остающиеся за спиной деревья, руины и покосившиеся столбы, просто бесконечный кинофильм на подчерканном экране. А я полуночный зритель, сидящий в пустом зале. Хм, полуночный. Все, тачка приехала. На шаг, потом еще на шаг и еще, несмотря ни на какие препятствия, когда-нибудь отдыхая на крыльце отцовского дома, я, может, и захочу написать книгу об этом путешествии. Во-первых, очень амбициозно. Во-первых, очень амбициозно. Да, дадим сказать. Молодевосток. О, хороший калаш с собой притащил. Ну, мне хотя бы не сильно придется переживать за снаряжение. Во-первых, очень амбициозно планировать дойти до Америки, в принципе, потому что он сейчас во Владивостоке. Там же плыть дальше надо. На чем он поплывет, неизвестно. Во-вторых, трактор завести. Просто, блин, на дороге трактор стоял 20 лет. Завелся и поехал. Ну, ладно, это все мелочи. Мелочи повествования, художественные вымесы. Художественные вымыселы. Hello, Владивосток. Блядь, это все DLC буду, блядь, точно я буду смеяться с этого постоянно. Ты куда собрался? Сэм, ёпт, ты куда полез? И, кстати, ты обратил внимание, он говорит в игре. От Артема ни слова не услышали. То есть механика, в принципе, рабочая. Почему Артем всю игру молчал, неизвестно. Наверное, это просто оставили, знаешь, такую... А почему я вижу зеленый лазер без прицела? Подожди, дай. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Почему-то я увидел зеленый лазер. Хотя должен его только в ночном прицеле видеть. Одна аптечка. Давай сразу сделаем еще одну на всякий. Ну, блин, по снаряжению, кстати, ну не скажу, что прям густо. Ну, не пусто. Зеленый лазер, да, это не ИК лазер, это зеленый лазер. Давай мы снимем отсюда лазер, поставим его лучше на калаш. Мне на калаше нужна большая точность. А дробовик, в принципе, и так гасит пачкой. Хорош. Все, пойдем. Теперь мы будем придумывать, как проплыть в море. Фонарик, да, я знаю. Я знаю, где фонарик. Но слишком светло для фонарика. В принципе, так все прекрасно видно. Ну, нормально. Слушай, ну что так DLC выглядит, да? Интересно, какой вообще, ну, сюжет. И сколько по длительности он занимает. Потому что... Что стреляло? Это стреляло или что-то упало? Потому что, ну, вообще, я вот только-только начинал, я вообще не знаю ни сюжета, ни каких-то основных фишек. Я помню, он тогда появился, я что-то установил. И что-то случилось, что я перестал играть. Не помню. Не из-за того, что мне не понравилось. Потому что я даже особо оценить не успел. Просто на что-то я другое отвлекся, и потом такой, ну, и забыл про него. И все, просто забыл, и все, что есть, это DLC. А уже когда метро перепроходил, все, я такой, думаю, так, а, там же еще история Сэма есть, а я ее не видел. Спокойно, кто стреляет? Кто-то же стреляет. Лучше проваливайте! А, кто-то стреляет, местный житель стреляет. Дай-ка я кое-каку. Братва, все, можем смело гасить их всех. А я буду стрелять на поражение, если честно. Предупреждаю! Следующий выстрел будет на поражение! Подвал или где-то здесь они? Куда выходить-то? Покажи! Я подумал, что нет смысла как-то их... По-моему, они кончились! Спасибо за помощь! Поднимай сюда, поболтаем! Сейчас! Это как бы точно бандиты, точно они здесь не с добрыми намерениями, нет смысла оставлять их в живых. А что здесь делает трамвай? Это трамвайное депо. А кто-то здесь забыл, ну реально. Он еще как будто здесь должен быть, видишь, сделан так странно. Прикольно, это какой-то реально трамвай такой, типа. А куда подняться-то? Куда подняться? Где подъем? Ну это... По такой ответ... Было бы, конечно, смешно, если бы он полез. Ну да ладно. Да точно, и дальше рельсу туда идут, прикол. Так, ладно, ну в теории мы здесь всех постреляли. Поднимите-то сюда. А, вот ты где. И... Может ты это мне чуть-чуть подкинешь? Нет, чтоб я залез. Блядь. Где заход? А, блядь. Я просто не увидел. Это был секрет, это было спрятано. Это было все спрятано. В теории вообще, ну, этого чувака на крыше могли легко достать. А, сука, попался. Бандит еще один такой. Ты откуда взял-то? Ну-ка! Полетай! Он скинул у вас крыши. Оружие убрал! Спокойно, спокойно, спокойно. Воу-воу, полегче, я же помог. А я говорю, убери, быстро! Так далее. Хорошо, мне неприятности не нужны. А это у меня еще корабль. Мне думаю, надо, не знаю, что подходящего. Ну, корабль у нас только один, зато подходящий. Идем, покажу. Ты же капитан, значит, ты меня не завезешь, правильно понимаю? Это мы будем по Амэрике бегать. Да я бы тогда понимать их не буду, он же начнет говорить по-английски и все. Как бы речь не настолько я хорошо язык знаю, чтобы понимать. Это тоже дорожно, а то загремишь в трем. Где он, красавцем? А, так я их уже за мной. Перед котом своим выслужиться хотят. Котом. Хорошо, хоть живые им взять пытаются. Красиво. Ну что, доставай бинокль. Отсюда хорошо видно. Чипать, подводная лодка. У-у-у. А где твой дом, кстати? Как-то мне твой акцент подозрительно знаком. Сан-Диего. Опа, еще один американец. Что вам тут, медом намазано? Еще один? Медом намазано. Ты и вправду, похоже, не в курсе. Так что расскажу, но позже. А? Сворачиваемся! Что за черт? Птица Рилан заметил нас. Уходим, пока не налетел. Черт, опоздали! Проваливай, крыса летухи! Эх, это капитан сказал, а у щу-цепи... Так, это демон. Нет? А это маленькие, если чужих, просто столкнулись. Но звучал... Тот чего? Так, подожди. А, так это демон. Вон. Ну, Галима демон. Кто это еще? Не знаю, мирно спрятаться, лучше надо, нет? Делай, пожалуйста, Себас от меня. Ох, блять. Так, спокойно. Сейчас он выйдет на заход, я по ним попробую скалаша дать. Одного демона уже убивали. Что происходит с листьями? Вот так вот. Я прямо сейчас хорошо засветил, не жалея патронов просто. Еще разок. Все, патроны закончились, не перезаряжается. Здесь есть патроны. Так, ладно, аптечки есть. Ой-ой-ой, где-то рядом. Блех. Уйди, пожалуйста. Так, а что ж? О, еще что-то. Дайте патронов. Именно патронов. Именно для калаша. Ладно. Семь патронов есть. О, блять. Попробуем с дробовиком поработать. Ну, неужели мне надо убить демона вот в таком бою? Ну, давай. Давай, сучку, подходи. Сейчас, сейчас, он прямо передо мной появится. Дробовичок тогда пойдет. Будем, будем чередовать дистанции. А мне надо, что сделать? Мне с ним надо реально сражаться, или я могу свалить попробовать? О-о-о-о-о-о. Два мимо. Прекрасиво, Иван. Я ждал катсцену. Все. Мне просто нужно было какое-то время продержаться. Достань дробовик, большинство. Сэм, я, я прошу. Все, полетел. Нормально. Аптечку может? Давай сразу же. Не аптечек хватает. Где оружие? Оружие нет. Он мне еще и вдруг оружие выбил. И что тебе делать буду без оружия здесь? Так, ну здесь вода. Не, ну ладно, давай сваливать тогда. Ну, ну, прямо надо убегать. Без пушек очень опасно. Меня кто угодно загрызть может. Даже вот эти жабы какие-то, да. Мир, кстати, прикольно. Они здесь ходят без противогазов. То есть по Владивостоку получается сильно не били. О, сейчас есть что-нибудь? Ну, конечно. Полно оружия. Целых пушек. Арсенал. Жалко коллаж, блин. Я, получается, пришел с неплохим оружием. И это опять, значит, такая же история, как и с этим. Как и с Артемом. У меня опять забрали все мои приколюхи. Мне их с нуля собирать теперь опять в который раз. Какого же раз за эту всю игру? Четвертый. Давай-давай, проползай. Местный житель. Спасибо, блин. Это прям... Идите сюда, подушки, давайте. Сынами. Ручи, это прям местный житель, это не бандит. Сэм народный язык перешел. Так, подожди, а вот зачем местным жителям электрошоки и зачем, в принципе, брать живую? У них здесь какой-то рабовладельческое общество, скорее всего, есть. И он, конечно, круто дерется, очень интересно за этим наблюдать. О, надо нажимать. Кстати, здесь нажимается легко, достаточно. Ой, он ему руку сломал. Давай-давай-давай. Так, остался один, наверное, или два. Я на X нажимаю уже на всякий случай. А, нет, не надо? Да, блин. Ну, он достойно держался. Он прям, ну, достойно. Против такой толпы вообще никто бы не потянул. Ну что, допрыгался, бычара? А-а-а, сука! А с капитаном так и не пообщались, получается. Капитан как бы рассказал, что есть подлодка, есть еще один американец здесь. Но нас потом разделил демон. Точно говорю, слышал, как он ругался, когда вязали. Фак и волкозлы, ай, килл я, американский это. Это и по-русски-то не очень. Откуда знаешь, что американский? Ну, мы знаем, не знаю, но давай мы в кино слышим. Мое владение английским языком. Он, кстати, очухался. Слышь, ты сам-то откуда? Из Москвы. Слушай, а ты не американец сейчас, а? Нет, блин, бурья. Бурья. Американец. Американец. Изобилие вкуса. Вот видишь? Кто-то ты нас так кидал. Правда, не помогло. It's just not my day. А? День, говорю, не мой. Похоже на то. Ну ничего, может, еще и рад будешь. Братва, мы американцы, оказывается, взяли. Надо кота вызвонить, доложиться. Ого, ну давайте. Бажи, я курьер. Кота мне дай, тут новость для него. Мне интересно, что здесь происходит. На мостике. Это, скорее всего, на подлодке. Ну уж и мотор, братва. Ждем босса. Лоды. Та мне на подлодку везут, да? Вот, кстати, к вопросу про не твой день. Видишь, что там? Вижу. Тучи. Ха-ха-ха. Тучи. Это, брат, буря. Точно, буря. И они у нас тут непростые. Попадешь в такую, не поздоровится. Так что повезло, что мы тебя приняли. Курьер, босс на мостике. Переключаю на него. Добро. Заводись. И давай на лодку. Ну что там у вас? Передали капитану предложение? Том. Не, его шушера какая-то спугнула. Но с ним один тип был, мы его прихватили на всякий. Оказался американец. Ты там в своем уме? Обижаешь, босс. Ругался, как ты, в худшие дни. Дай-ка родейку американцу этому. Окей, хочу себе твой он консидером в защите. Патчатский. Квайл. Лэнс Карполь, Сэмюэл Тейлор, Юэс Меринько. Кстати, я только сейчас сообразил, что они же говорят-то по-американски, а субтитры по-русски. Субтитры, наверное, озвучивай, да? Буду озвучивать. С ума сойти. Не сказали, что я и сам не очень верю. Чертый. А значит так, курьеры. Долго. Все меняет. Этого гост, ясно? Быстро его сюда, конец связи. Есть, босс. Видишь? Эффект какой. А кто все сразу понял? Кто сказал, что американец, а? Ха-ха. Вау. Здоровая дура. Ваща наша. Да уж. Так, получается, это американская подлодка. Супт, Мэри, это вас. For my English. Это он? Это я. Вау. Холода. Ну, здравствуй. Тебя что, они развязали? Сейчас. Я пока не знаю, как к ним относиться. Какие они хорошие, плохие. Прошу на бар. Ну, везите гостя к трапу. Сейчас узнаем. Есть, босс. Пообщаемся поближе. Черт, кота разозлили. Надо было развязать его с... А, подожди. Кот? А зовут его Том. Типа Том и Джерри. И поэтому у него погоняло кота. Получили за то, что развязали. Да. Коту иногда вообще не угодишь. Похоже, день не наш. Как-то сейчас забрался, родной. Там же мостик сломан. С другой стороны обошел, что ли? Ну, ваше сочетство прибыли, поднимайтесь на борт. Куда идти? Туда? Ну, там обрул обломан трап. Туда мы не пойдем. Давай прямо. Дождь пошел. Так что так долго я сейчас буду идти туда, да? Я хотел посмотреть задание, но нажал не надо. А на второй не реагирует. Значит, нельзя сейчас посмотреть никакое задание. Так, подожди, что происходит? Лампочка выключена. Чувствия-то взряд трест. Экономия должна быть экономной, понимаешь? С зонтиком бегать. Это какой-то важный чувак, видимо, рядом с ним. Если с ним рядом бегает охранник с донтиком. А то, пора прятаться! Сейчас дура начнется! Мы будем прятаться in your submarine? Ты правда поднимайся, чтобы босс не ждал. Поднимайся, поминайся. Привет на это. Черт, 23 года другого американца не видел. Я Том, кстати. И я рад тебя видеть, Том. Это твой корабль? Билетико не найдется? Билетико? Ха-ха! Это ты хорошо сказал. Идем пообщаемся. Ты куда тебе билетик-то? Ты знаешь, как в фильмах нулевых вот ровненько такая же озвучка была. Я вот сейчас сам слышу этот, знаешь, американский текст, сверху свой отстойный русский. Просто, я понимаю, прям повеяло детство. До Сан-Диего, one way. Калифорния! Ха, вот где рай на земле был. Но если не считать пробки, валай в час пик, конечно. Что-то он знает. Слушай, напомни, как ваша команда бейсбольная называлась? Падрес. Точно! Наши с ними играли часто. Я то и с Сиатласом. Мэринерс. Это если ты меня еще проверяешь, думаешь. Ничего личного, Капрал. Время сейчас такое сложное. Понимаю. Доверяй, но проверяй. Точно. Это что за пушки? Калаши какие-то прикольные. Кстати, Сэм, знакомься. Это Клим. Моя правая рука. Отвечает за силовое крыло моего бизнеса. Че за бизнес-то? Рабов возишь. Глядь, Эмитю Клим. Здоров. Вовремя Климовы ребята тебя пригласили. Док от ветра частично защищает, и все равно видишь, что творится. Да, станься я там, может, уже был бы на полпути в Кэнзас, хотя мне туда не надо. А куда надо? Хотя, постой. Давай-ка, Сэм, сначала закурим и расскажешь нам свою историю. Спасибо, не откажусь. Впрочем, рассказывать мне особенно нечего. Это баллистические шахты, нет? Ближний Восток, потом Эфгенистейн, потом в Москве посольство охранял. Когда началось, я как раз в метро был. Там в подземке много кто спясся. А потом сидели 20 лет и думали, что мы одни на свете остались. Это как? Глушилки по периметру, главари все знают, но скрывают. 20 лет? Нахрена? Немалейшего понятия. Мой друг узнал правду, а с ними весь отряд, где я служил. Пришлось бежать. Пересекли континент. У нас поезд был. У Байкала мы разделились. Я дальше на росток поехал к океану. Отец мой, если жив, то он ждет, понимаешь? Мне надо домой. Ему 70 теперь должна быть. У меня мало времени. Это такая глупая надежда. А, понимаю. Ищешь, кто перевезет. Это типа, ну, 20 лет прошло. 20 лет ядерной войны. У него отец старый был. Ему сейчас 70. По меркам метро, по меркам этого мира, это все, это... Столько не живут, понимаешь? Ну, даже банально. Не то, что если его кто-то просто убьет, просто здоровье, еда плохая. Ну, медицины нет. Да он вряд ли, вряд ли он жив. И он решил все бросить, бросить отряд и рвануть вот через океан, через весь континент. У тебя через океан. Да. Сейчас через пасыфик не ходят. Это раньше было просто. Но я могу отвезти тебя на этой лодке. Скорее не могу, а мог бы, Том. Да, Клим. Я могу как-нибудь помочь там. И, кстати, как тебе это соберненько досталось? Пушки красивые, хочу себе какую-нибудь. Это длинная история. Может лучше коротко рассказать? Давай длиннее. Я, честно говоря, не настолько спешу. Мне интересно послушать, откуда лодка взялась. Ну, тогда начну издалека. Надо же узнать героя. У меня тут, кстати, почти настоящий Теннесси Сауэр Мэш получился. Выдержки, конечно, не хватает, но вкус все равно очень недурен. Выпьешь с нами, Клим? Выпью, но своей. Не люблю я этих твоих языков. Подумаешь, первая партия неудачная вышла. Ну, как хочешь, конечно. За встречу. За встречу. За встречу. Вау. Great stuff. Давай, рассказывай. До войны я тут бизнесом занимался. На международном рынке оружие, в основном, у местных были большие деньги и возможности, но не было связи и стиля. Вот я этот недостаток и компенсировал. Клим отвечал за связи с местными партнерами. Как раз перед войной дело вышло на хорошие обороты. Но тут упали бомбы. Дальше сам представляешь. Еп. У нашей компании, правда, оказалось важное конкурентное преимущество. Полные склады оружия. И ребята Клима, которые эти склады охраняли. Дальше мы динамично развивались. И несколько лет назад узнали о процветающем поселении здесь, во Владивостоке. И решили захватить его, да? Руководил здесь знакомый тебе бывший капитан. Он, конечно, неплохо все организовал, но к постоянной борьбе с бандитами оказался не готов. Тут мы и предложили сотрудничество. Капитан согласился и не прогадал. Проблему бандитов Клим решил радикально и в кратчайшие сроки. А, даже так типа помогли. До сих пор висят местами. Да, ну а потом выяснилось, что лодка-то все это время была на ходу. А, капитан лодки. А он даже не пытался воспользоваться такой возможностью. А как ей воспользоваться? Так это и получается лодка капитана здесь. Сразу видно, что ты не бизнесмен, как и он. Конечно же, для всеобщего блага. Столки лет после войны человечество прозябает, потому что не осталось силы, которая могла бы заставить выживших объединить усилия для восстановления цивилизации. А мы можем создать такую силу, новое государство, настоящий сияющий город на холме и повести всю землю к новым вершинам, обратить конец света в новое начало. Нам даже стрелять не придется. Бросить якорь на рейде любого поселения, открыть ракетные шахты. Сами все отдадут. Признают нашу власть. Не по душе такой вариант. Но это всего лишь констатация факта. Мы здесь власть. Мы сила. Мы поведем всех за собой в будущее. Понимаю. А что же капитан? Устроил скандал, пытался от нас избавиться, но когда понял, что его карта окончательно бита, сбежал. Ну, значит, теперь ты решаешь, куда плыть правильно. Эт, да. Только у нас есть одна проблема. Лодка-то на ходу, но реакторы выработали все топливо. А достать новое, заправить лодку, может толка бывший капитан. К сожалению, после того, как мы разошлись во мнениях, он с нами даже разговаривать не желает. Понял. Многое начинает проясняться. Теперь жалко, что этих... Завалил ребят. Прекрасно. Тогда вот мое предложение. Сэм, побудь парламентером. Уговори старика. Пусть он поможет добыть топливо, а мы оставим ему поселок и найдем себе базу получше. И пусть забирают всех членов экипажа, кто не захочет идти со мной. И как будет топливо, первый пункт назначения Сан-Диего. Дил? По рукам. Сэм, как парламентеру тебе нужна защита. Я пошлю лучших людей. Спасибо, Клим, но я предпочитаю работать один. Вот это я понимаю, хватка. Оставь Клим, Сэм справится. Пушки только дайте. Как скажешь, босс. Учитывая, что вы ими торговали, у вас должны быть запасы. Но все же, раз ты представляешь нашу сторону в переговорах, надо тебя экипировать, как положено. Это мне уже нравится. Чего нет. Клим, настрой, пожалуйста, рацию Сэм на наши частоты. Ага. Вот. Теперь самая главная карта. Точная, насколько это сейчас возможно. Плюс здесь помечено известное нам укрытие капитана. Так что попробуй сначала пройтись по ним. Есть. Сэнкс, Клим. Ну что, с радио разобрали. Пушки. А за остальным зайди в тир. Там тебе все выдадут. За одно и оружие пристреляешь. Хорошо. А лучше сначала передохни. Ты же с дороги. Спасибо, но я лучше пойду. Предпочитаю ковать железо по краса. Пока горячо. Ну как знаешь. А кассироса, коса по краса. Я пойду. Боже, это уже кончилось. Удачи. Будем держать. Счастливо. Счастливо. Теперь. Теперь мне немного даже стыдно за то, что я положил тех ребят, которые пришли за капитаном. Ну что вроде как они не сильно плохие. Типа они хотели... Вот скажи, какого? Что, какого? Какого ты мне пацанов с ним послать не дал? Взяли бы козла старого, по-тихому. Знаю я твое по-тихому. Хватит. Уже облажались твои пацаны, когда капитан ушел. И ладно, сам капитан. Он хоть на виду. Старпом где с остальными? Ищем. Ищем. Год уже скоро будет, как ищем. Год. И сейчас капитан наш единственный шанс. Ты понимаешь? Так что твоим пацанам я его доверить не могу. А этому залетному можешь? Он американец. Ну что? Я его не знаю. Ты его не знаешь. Знаю. Он выжил в Москве. Понимаешь? Выжил и добрался сюда. Ну, как знаешь. Знаю и получше тебя. Ладно, проехали. Теперь я уже ни о чем не жалею. Что-то здесь не чистенько. Что-то мне не договаривает. Так, кто-то за проходом на верхнее болото. Окей. Тир где? Тир. Куда мне взять пушки? Тир там. Привет, дядя Сэм. Здорово. Так как тебе... Тир сейчас. Там все выдадут. Босс распорядился. Погнали. Вон туда, по мосту. Ага. Как ты узнал, что меня Сэм зовут? И че? Я никому не говорю, что я Сэм. Нет, говорил. Кому-то говорил. А, этому шухоту говорил. Тир где? Здорово, американ. Здорово. Что, блядь? Э, дай пушки. А где оружейка? Понял, спасибо. А, типа в эту дверь. Я не понимаю, почему они... Я не понимаю, почему они... Кто по-русски, кто по-английски говорит. А, вот и жаждаешь. Разракон странный. Я Данила, оружейник Тома. Босс приказал поскорее тебя экипировать. Так что давай сразу к делу. Сначала универсальный детектор. В руинах полно мин. Так что без этой штуки из дома не выходи. Детектор мин хорош. Кроме мин она еще ищет запчасти, оружие. Всякую всячину, в общем. Неплохо. Именно так. Теперь автомат. Выглядит знакомо, но необычно. Местное производство. Под самодельные зажигательные патроны. Первое дело мутанта. Это типа тихаря. Обычными патронами тоже стреляет. Только магазины особые. Чтобы наши идиоты их в обычные автоматы не тыкали. Спасибо. Буду беречь. Рад слышать. Ну, пожалуй, у меня все. Один автомат? Можешь испытать обновку. У моего помощника на готове паромагать. Только этот не просто выглядит знакомо. Это самый настоящий 45-й калибр. Из складских запасов Тома. Вот ваши патроны. Вы немало таких в свое время продали. Но этот в идеальном состоянии. После пристрелки его даже в руки никто не брал. Так что он тебя точно не подведет. А, вот это оружие, оно типа арбалетой и глухаря. Только, ну, надо долго держать. Это необычный стол. Можно будет еще обычный калаш с собой взять. Не откажусь. Ну, пока не шу. Попробуй поразить все цели. Всегда хотел посмотреть, как работает морская рекорд. А, вот так поражать. Ну, какой-то такой. Надо привыкнуть немножко к нему. Чуть-чуть попривыкнуть надо. Блех. Впечатляет. На последний патрон, ты понял? Ну, блин, один из патронов это не серьезно в магазине. Это вообще не серьезно. Мне надо будет его прокачать. Тихо. С ума сойти! Обалдеть просто! И вообще на геймпаде неудобно. В тирах этих всяких играть ваших. Прямо в цель! О, еще один. Я не заметил. Положил я, не положил? Так, давай пистолету. Тренироваться с этой штукой. Надо потренироваться. Попытка была неплохая, но... Может, еще попробуешь? Давай попробуем. Еще патронов? Конечно, берем. Ну, давай. Хорош. Сейчас попробуем с пистолета немножко тоже пострелять. Да, еще разок не повредит. Ха-ха! Вот это я понимаю! Класс! Я не знаю, почему я опять-то автомат достал. Неплохо! Ну, понимаешь, какой-то мощи пока рано говорить. То есть, может быть, оружие реально мощное, но... Тут же все-таки это просто тир. Тарелочки. Почему я это не снес? Да, вот надо привыкнуть, что... Слушай, я вполне мог вот эти верхние сами их опускать. Поэтому они сказали, что типа, ну, неплохо. Но могло быть и уж. Все, хорош, вырубай, шарманку. А, бля, придется до конца стоять. Э-э-э-э, я же говорил, над Майдейей. Да, все не надо говорить, отлично стрелялись. Ну, нам в оружие надо привыкнуть. Уши в этих патронах. Да, оружие непростое. Так что неудивительно. Пожалуй, мне хватит. Патроны. Еще патроны нужны? Пожалуйста, берите. Я за ним. Один почему только? Ладно, пофиг. Посмотрим, что сэм. Не буду тебя больше задерживать. Удачи. Автоматные вот они зажигательные патроны. Уринется еще. Давай немножко сделаем зажигательных. Автоматные, подожди, это для чего? Это для калаша нет? Максимум. Это максимум 90. У меня же нет прокачки броника точно. Мне нужна прокачка броника на боеприпас. Его надо срочно найти. Да, видишь, третья пушка. То есть я могу еще обычный калаш. А тогда не калаш. Тогда надо брать этот дробовик. Смысл мне таскать, опять же, два оружия с одним калибром. Ну как? Экипировался? Да, экипировался. Давай, выпускай мне. Получил оружие. А пристрелял? Да, все я сделал. Да, все окей. Ну и отлично. Не пуха тебе. К черту, как говорится. О, смотри. Прям вопросики. Ну погнали по вопросикам. Да ладно тебе. Мы же сто раз уже тут были. Ладно. Двигайте дальше. Куда выйти? Наконец-то. Как выйти с базы? А, туда надо через... Мне не дают бежать. Мне не дают быстро идти. Приходится медленно тянуться. Заворот был недавно. Ну был. Но как по мне, теперь тут нормальный мужик заправляет. Не знаю. Раз он один раз кого-то кинул, так и дальше кидает будет. А ты сравни с конкурирующим предложением. Бандиты вообще все отберут и замочат. И тебе еще повезет, если быстро замочат. А кот, если долю получил, обязательно доведет сделку до конца. И проследит, чтобы нас покупатель не кинул. О, американец. Привет-привет. Как жизнь-то? Да, окей, все. Ты, говорят, капитана видел. Как он? Хотя не надо. Сам понимаешь, что тяжело. Это не вопрос. Если еще встретишь, скажи ему... Скажи, мы помним все, что он для нас сделал. Но вы сейчас ничего не делаете для него, правильно? Я готова идти за ним, хоть в ад. Как-то пиздежом попахивает, нет? Ну мы проверяем еще. Ну уже понятно, что недостача получается. Вот так. Ну и на кого думаем? Так что? Тебе не нравится новый курс дома? Слушай. А я могу взять лодку, нет? Здорово. Ну снова привет, американец. Ты же не обижаешься. Не, нормально. Я вас тоже неплохо одному духу. Ну и отлично. Босс сказал подать тебе хорошую лодку. Так что вот. Хороший катер. Выглядит неплохо. И управляется отлично. Просто рули, как на машине. Да работай машинкой. Газ, реверс. И дело в шляпе. У него есть этот даже компас, видишь? Мы даже компас поставили. Кстати, да. За компасом следи. Там спирт внутри. Что это в смысле? Ну и про инерцию не забывай. На полной скорости, даже если реверс врубить, не сразу остановишься. Ага. Понял. А, еще. Уж пожалуйста, постарайся ее не утопить. Да. Она ему дорога, как память. Ха-ха. Это точно дорога. Ну, принимай команду. Спасибо. Поехали. Короче, в этой части вместо буханки будет лодка. Насколько я понял. Хекс, нацепляйте, такой же как буханки. О, кереветка. Епать сжать. Ничего себе. Корошки, реветка подошла. Здесь есть максимальная скорость. На максималочки пойдем. И я хочу в ближайшее место, где я смогу вылезти вместе. Слышу тебя отлично, Тём. Хорошо. Забыл сказать. Теперь ты мои люди в курсе, что ты кровь. Правда, вокруг шляется целая куча всякого отремя. Так что я тогда проявит враждебный. Покойно можешь пить на повал. На повал. Отлично. Мне сразу сказали, можешь молять о все, что движется. Пожалуйста. Удачи, Тём. Конец. Я здесь проплываю вообще интересно. А, так мне сюда и надо. Все, поплывем. Вот сразу сказали. Ты можешь здесь не заниматься всякой ерундой. Можешь просто лупить на повал. Куда мне пришло вдаваться? Как будто сюда. Как выйти? Да, вот так вот. Я не знаю, я на какую-то кнопку нажал, он вышел. Ну, на X нажимал. Ну, что-то один раз не сработало. Сейчас сработало. Так, у меня здесь вопросик. То есть, есть здесь точка интереса. Надо все облутать как следует. Облутать как следует. Да, ё-моё. Верно-ка. Дайте мне первую очередь, пожалуйста. Мне как-то с дробовичком с подручнее было. Там не нужно было так точно стрелять. Дай я пистолет, проверю. Ну, пистолик, кстати, ничего. Нормально. Мощный достаточно. А что пикаешь? Ты на мины пикаешь или на металл? Вроде как сказали, что на мины должна пикать. Но сейчас он пикает непонятно для чего. Ну, пойдем проверим. Ну, пойдем. О, давай сохранимся только. Давай сохранимся, потому что мы пойдем проверять детектор на мины, как бы. О, еще один. Так, ну, ствол вообще странный, если честно. Как-то даже прям чувствуется, что, ну, как-то по-другому себя ведет. Непонятно. Так, здесь проходка. Ага, пригодится. Подожди, подожди, я почти пришел. У меня пикалось сюда. Сюда пикаешь? Непонятно. 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 Ну, что-то так пелось, знаешь? Есть такая песня. Есть такая песня. Мне главное, чтобы авторские права не прилетели за. Мое чудесное исполнение. Так, знаешь, что плохо сражаться с этими ребятками? Ребятушками-то моими. Зверолюдьми любимыми. С них ничего не падает. Это просто тратовые припасы. Ты, когда сражаешься с бандитами, у тебя хотя бы что-то падает. Конечно, пригодится, Сэм. Все, не пикай. Я найду, как туда попасть. Вау. Это что такое? Это что такое, я сказал? Пошла. Пошла отсюда. Блять. Не трави меня газом. Все, 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 ухожу, ухожу, ухожу. Так, а я здесь был? Откуда полезут? Уже не одним. Я уже прилично мутантов положил, если честно. Я прям, ну, хорошую толпу здесь повалил. Я надеюсь, я попаду в тот тайник. Так, он не пикает, кстати, передумай, что-то должно быть. Так, сохраняемся. Не забываем сохраняться. Это тайник? Это же ПНВ-шка у тебя, родной. Дай-ка я у тебя заберу. Тогда дай мне ну. Я не нажал нормально на X. Хорошо сохранился. Эй, бля. Так. Ща надо быстрее нажимать на X. Интересно, а он же сломает ПНВ, если так, ну, прям представляешь? Это достаточно тонкий прибор. ПНВ можно сломать, даже если, ну, включить его и на свет посмотреть. Окей, а что здесь? Ничего. Ладно, еще раз пробуем. Еще раз пробуем быстро нажимать на X. Но это, кстати, не та нычка. Я уже нажимаю, если что. Я выиграл. Ты его себе сразу нацепил? Так может, надо было разобраться с мутантом? Нет. Ты мне это оставил, да? В смысле, патроны закончились? Последний патрон был, представляешь? Это повезло, повезло, я скажу тебе. Аптечку, спасибо. Ну что, сейчас пойдем с этими? С пистолетами? О, солидно. О, так, подожди, я достал себе разрывных патронов и ПНВ. Но я бы лучше, конечно, себе достал чего-нибудь для этого самого. Для автомата, для прокачки. О, у тебя что? Пойдет в дело. Пойдет в дело. Пойдет, конечно, всем пойдет. О, ты видел? Все, патрончики нашли. Затворились. Теперь нам надо как-то отсюда уйти. Давай сейчас аккуратненько в голову, если я ему прям попаду, не попаду. Хорош. А интересно, сколько он один патрон потратил? То посмотри, сколько он патронов. Да, скорее всего один, потому что в обоими 11, один в патроннике. Сейчас наповал. Так, ну и все. Ну и все, на этом моменте. Серию заканчиваем. Следующая серия продолжим. Спасибо, что населен здесь, понравилось. Мне интересно, ставь лайк и теперь подписывайся, следи за моим каналом. Почему-то очень интересно. Счастливо, пока и до свидания.